Приветствую вас, я думаю, что вопросы, которые вы задаете, не совсем корректны, вот, и ответ на них мне представляется вам несколько затруднительным. Сейчас я поясню почему. Вы пишите, как понять, сколько будет длиться эта пауза. Смотрите, Владислав, здесь история такая, что именно вам тяжело эту паузу выносить. Именно вам, Владислав, тяжело эту паузу переносить. Именно вам, Владислав, и точнее именно вас, именно вас, она эта пауза стекотит. И о девушке, в данном случае здесь, на мой взгляд, вы совершенно не думаете. А думаете вы, в большей степени, о самом себе. То есть, вы чего-то хотите. От отношений. А не для девочки. Мы стараемся. Дальше. А что вообще делать, спрашиваете вы. Собственно, тот же вопрос, что делать, а что делать, чтобы что, Владислав. То есть, ну вот, вот вы извините, да, но непонятно, что делать, чтобы что. Можно гармонизировать отношения с девушкой. Это один вариант, одни рекомендации, одна работа, одни действия, одна стратегия. Можно разобраться в себе, в самом, в своих мотивах. Это другая работа, другие действия, другая стратегия, другие рекомендации. Так, что вам хочется? Что вам нужно? Вы запрос сформулируйте, пожалуйста. А то так вот не совсем понятно, что вы хотите и, соответственно, какие вам рекомендации давать, да? То, что вы описываете, если вот судить по тому, что вы описываете, то, на мой взгляд, ситуация складывается так, что вы через чур зависимы, через чур нуждаетесь в девушке, через чур, как бы, ну, хотите с ней быть. И перекладывайте ответственность за свои эмоции, да, за свои, значит, желания, значит, на неё. Всё. Вот. То есть, вы чего-то хотите, вам что-то нужно, и, соответственно, вы реагируете негативно на какие-то моменты. с пятыми и с девушкой. Вот. Здесь, опять же, необходимо отделить, что вы хотите для себя, вот, и что вы хотите для девушки. И дальше уже нужно будет, вот, отделив одно от другого, чётко распределить твою энергию, которую вы тратите. на то или иное. Вы пишите, что вы на девушку наехали, вы пишите, что вы на неё как-то, ну, как-то, вот, какие-то действия негативные по отношению к ней совершали. Вот. У меня вопрос. Почему? То есть, как бы, по какой причине вы эту девушку возвращали? Я сейчас вас не пытаюсь обвинить в чём-либо. Я хочу понять вас и хочу, чтобы вы себя поняли сами. Вы пишите, встречаемся уже три года, были как хорошие, так и плохие моменты, а что хорошо, а что плохо. То есть, вот, вы говорите, хорошие и плохие. Это оценочное свердение очень сильно. Что есть хорошо, а что есть плохо для вас, хотя бы, и для неё. Несколько раз были попытки расставания со брами девушки, но у меня получалось исправить и вернуть отношения. Что именно исправить, почему девушка хотела расстаться с вами, это очень всё-таки важные моменты, потому что, если девушка хотела расстаться, значит, ну её что-то не устраивало, да? Вот, вы исправляли, вы исправляли, вы, именно вы, ну почему-то, только вы почему-то исправляли, вот, а она, то есть, как так вышло, да, что вы вроде бы начали встречаться, всё было хорошо, а потом, появилась необходимость в том, чтобы что-то исправлять, да? Вот, то есть, согласитесь, это довольно странная позиция, вы так не считаете? То есть, в начале всё было здорово, а потом появилась необходимость вам, ну, например, вам что-то исправлять и что-то менять. Как вы относитесь, например, к своему, вот скажем так, к своему поведению, к своим действиям, к своим поступкам, как вы относитесь? То есть, вы, ну, к примеру, вы обвиняете себя за них, за эти действия и поступки? Вы говорите, что вы исправляли и работали над собой, а что вы, ну, понимаете, под работой над собой? Как вы это понимаете, работа над собой? То есть, это просто, ну, совершение каких-то действий? То есть, просто вот я кричу, да, например, на девушку кричу и всё, я не буду кричать. Так это у вас происходит. Или как? Давайте вот эти моменты поисследуем, поисследуем. Это важно. Так, значит, последний раз в начале лета произошла та же ситуация, какая та же ситуация, Владислав, но уже не такая простая. А какая? То есть, вы ничего не раскрываете, вы ничего не пишете по этим ситуациям, вы ничего не описываете. Получилось тоже решить путём работы над собой, что решить путём работы над собой, какой? Я понял её претензии, что то, что её не нравится, и начал работать над собой. Амммм, ну хорошо. А вы, как бы, ну, сами-то были удивлены в хрени? Аммм, ну хорошо. А вы, как бы, ну, сами-то были удивлены в хрени. Или как? То есть, вот, ну, на мой взгляд, непонятно, насколько вы были удивлены. Или вам девочка была настолько важна, что вы предпочли пожертвовать собой, своими интересами. Тут, вот, в соседней теме есть вопрос, мать критикуют всё время. Ну, пока ещё есть. Ну, вот, можете почитать ответы из этой вот, в этой части. Так, во время попытки расставания всегда говорилось, что чувств уже нет. Ну, опять же, не очень понятно, да, просто говорить это одно, а чувствовать, как бы, другое. Вообще, если человек говорит о том, что надо расстаться, то, ну, естественно, утверждает, что чувств нет. Потому что, ну, иначе несколько странно. Я хочу расстаться, да, вот, но при этом у меня чувства есть. Да и говорить вам об этом, это значит, по сути, как бы, ну, давать вам какую-то почву для сомнений относительно серьезности намерений девушки. Вот. Дальше. Август прошёл отлично, мы общались хорошо, но было, не было ссорок, мы отселились друг другу с пониманием. А из-за чего были раньше ссоры? Когда я приехал домой, мы очень много времени на расстоянии были из-за учёбы, всё тоже было хорошо. Она показывала, что ей нравится со мной, не было видно с её стороны разражения, недовольства, ей нравится проводить время со мной. Потому что она так говорила, когда я и она уехал на учёбу, через один день я наехал на неё, потом сразу извинился и она сказала, что всё нормально. А из-за чего наехали? Вообще ли день нормально, а потом началось то, что она написала, значит, что всё вернулось обратно, нет чисто, не брала трубку. Ну, это значит, что она боится повторения. Это значит, что вы уже не первый раз на неё наезжаете. Мне удалось с ней поговорить, вроде бы всё нормально тоже стало, но потом на следующий день она написала, что обиделась. Обиделась не из-за этой ситуации, а вообще, да? Что-то как бы, и это, наверное, не совсем обидно. Я на всё вспоминаю тебе писать хорошие моменты. Я говорю, да, август зачем? Ну, не знаю, потому что вот это, понимаете, похоже на то, как будто вы, ну, выпрашиваете отношения. Вот такое у меня впечатление сложилось. То есть, такое впечатление, что вы просто просто просите, спросите девушку, да, ну, продолжать с вами отношения. И описывая, вот как, ну, как вы говорите, да, вот эти вот самые, а, хорошие моменты. Вы это делали, ну, очевидно для себя, не для неё вы это делали очевидно, да? И возникает вопрос, смысл. Как это должно помочь девушке не чувствовать того, что она чувствует? Дальше. Она ответила, я хочу взять паузу, пока всё. После она не брала трубку, удалила меня из сети, везде забывали одного писать, она хочет вас отдалиться. Это длится прежний день, я пишу один раз ей смс по типу «Доброе утро», и звонил один-два раза в день. Как она говорила, за август, время, когда было хорошо, она была в разуме с 50 на 50, что она себя усдерживала. В чём сдерживала? В разуме по поводу чего она была? Ну, для того быть с вами в отношениях или нет? Для чего вы звоните ей и пишите смс? А зачем? Так, зная её, она не умеет врать, когда сдерживается, тут тоже видно, она станет разложительной и сухо отвечает. Во время августа ничего такого не было, хотя я это замечал, когда были проблемы в отношениях, она действительно сдерживалась. Но здесь опять же такое впечатление, что вы за человеком всё думаете. Почему вы решили, что сейчас всё не так? Почему вы ей не верите, если она говорит вам? В первый день базы подарила ей звезды, через отставку на фото джет она улыбалась слегка, но по поводу цветов мне ничего не говорила. Слушайте, 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 но я не очень понимаю, что такое фото джет, да? Вот, но возможно не было выбора улыбаться. Опять же такое ощущение, что вы ей навязываете. Ей. Вот. Я не уверен в этом, безусловно, но есть такое ощущение, что вы ей навязываете слегка. Вот. Сейчас нужно навязываться ей, дать ей отдохнуть от себя действительно, вам заняться собой, своими делами. Вот. И, собственно, определить значение девушки для вас и значение отношений, значение отношений для вас. Потому что мне кажется, что значение отношений для вас больше, чем, ну, больше, чем необходимо, больше, чем в норме. Вот. Если это так, то вам это будет на самом деле только вредить, к сожалению. Вот. А вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, пока что. Ну, и всё. Предположительно, вы боитесь одиночества, а предположительно, вы боитесь, что она вас бросит. Это должна быть брошенным. Он родом из детства. И если это так, то вот именно с этим вам и нужно в первую очередь работать, чтобы быть менее зависимым в отношениях с ней. Вот. Вот так, в принципе, можно ответить вам на ваш вопрос. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До новых встреч. Продолжение следует...